Всем привет! В эфире Наталья Тен, и сегодня мы будем говорить о чем-то очень вкусненьком. Я абсолютно уверена, что среди моих зрителей есть такие, которые пробовали блюда под названием котмер. Но еще больше тех, кто даже не знает, что это такое. Если вы знаете, что это такое, пишите об этом в комментариях. В октябре прошлого года я ездила в Месопотамию с турецкой стороны. Да, я знаю, многие сейчас из вас напишут, разве Месопотамия в Турции? Месопотамия — это огромная территория. История исчисляется 15 тысяч годами, а может быть даже 20 тысячами. И, конечно же, основная часть этой территории находится в Ираке и в Сирии. В Ирак и в Сирию пока что мы группы не возим. Но часть Месопотамии находится на территории Турции. На сегодняшний день этот регион называется Анатолия, а в древности она называлась Месопотамия. Первый раз я там была уже два с половиной года назад. Тогда мы с нашей Катькой ездили туда в разведку. Голопом пробежали по всем регионам, по всем городам, были в невероятном восхищении и поняли, надо туда везти людей. Каждый город — это как будто отдельная страна. Вы знаете, так говорят, что если вы поедете в Месопотамию, такое ощущение, что вы побывали не в одной стране, а в трех. Если же вы до сих пор не посмотрели ролик про то, как мы в прошлом году ездили в Месопотамию, он где-то здесь, ткните на ссылку и обязательно посмотрите. Каждый город уникален, каждый город имеет свою историю. Там даже люди разные живут. Например, в городе Диарбакыр живут курды, а в Медиате — ассирийцы. А в Шанлу-Урфа — арабы. А в Мардини вообще понамешаны все, кого там только нет. Именно в этом регионе год назад было страшное землетрясение. Об этом я тоже упоминала в своем ролике. И на самом деле, когда это горе случилось, мы даже думали, что нам придется группу закрыть. Да, мы видели последствия землетрясения, но жизнь там заново возрождается. И одна из главных точек посещения той стороны — это город Газиантеп. Это гастрономическая столица Турции. Вы об этом знали? Я тоже в свое время удивилась и, конечно же, как истинный выезжерун, захотела туда поехать. Когда я там была в первый раз, я поняла, что полдня для этого города катастрофически мало. И мы сделали два дня в городе Газиантеп в нашей программе. Если в ваших планах стоит город Газиантеп, вам придется к этому подготовиться. Вернее, вашему желудочку к этому придется подготовиться, потому что праздник живота вам обеспечен. Даже знакомые блюда турецкой кухни для вас откроются с новой стороны. И вот одно из блюд, вернее, сладость турецкая, для меня стало открытием именно в Газиантепе. Это катмер. Его называют блюдом для новобрачных. Традиционно его готовят для молодоженов после их первой брачной ночи. На самом деле в Газиантепе катмер делают чуть ли не на каждом углу. Но в одном месте, с хозяином которого мы успели подружиться, мы посмотрели, как его готовят. Это очень интересно, потому что каждый ингредиент блюда имеет свое значение. Приготовление катмера – это целое шоу. Когда мы с Катюшей были в разведке и первый раз это увидели, мы стояли как завороженные и смотрели. Сначала хозяин раскатывает тесто в тончайшее полотно и даже демонстрирует, насколько оно тонкое и прозрачное. Посмотрите, это же невероятно! Кажется, что невозможно тесто раскатать до такой толщины. А само тесто символизирует наряд невесты, а именно ее фату. Настолько это тесто тонким получается. Потом тесто смазывается маслом. Масло побольше для того, чтобы дом молодых был полной чашей. Фисташки, которые, кстати, в большей степени растут именно в регионе, рядом с Газиантепом, символизируют богатые приданные невесты. А сахар символизирует сладкие речи жениха. Ну вот кто бы мог подумать, а? И тут мужчины нам, женщинам, в уши дуют сладкими речами. Каймак – это символ крепкой семьи. Гости это все видят. Это складывается конвертиком и отправляется в печь. Субтитры создавал DimaTorzok Гости садятся за стол, им подают свежезаваренный турецкий кофе, турецкий чай. Вы же знаете, что и турецкий чай, и турецкий кофе – это особый символ Турции. И катмер подается прям с пылу с жары, горячий пригорячий, прям как постель молодоженов после первой брачной ночи. Мамочки, как это вкусно! Обалдеть! В этом заведении, в центре исторического Газиантепа, я была дважды. И дважды видела от того и того же хозяина, который для нас готовил катмер. И если честно, когда я приехала второй раз, я очень удивилась, потому что хозяин изменился даже внешне. У него появилась густая борода, живот, и глаза стали очень грустными. Я не удержалась, я спросила, что происходит. И хозяин рассказал, что после землетрясения бизнес еле-еле выживает. Вы же знаете, в Турции огромная инфляция, впрочем, как и везде в мире. Но я надеюсь, что все еще наладится, ведь место действительно впечатляющее и очень интересное. И катмер безумно вкусный. Если уж пробовать, то именно в этом месте. Надеюсь, в сегодняшнем выпуске вы тоже узнали что-нибудь интересное. И если вы вдохновились поездкой в Месопотамию и именно в Газиантеп, я вам рекомендую поторопиться. Еще год-два, и поверьте мне, там туристов будет толпы. Когда мы там были в первый раз, мы практически вообще туристов не встречали. Там были туристы только из местных жителей. Сами турки тоже путешествуют по стране. А вот когда мы второй раз приехали, то туристы уже появились. Я вам точно говорю, что еще год-два, и там будут толпы туристов. Поторопитесь. А наша группа будет в этом году в сентябре или в начале октября. Посмотрим. Очень жду ваши лайки, очень жду ваши подписки на этот канал. И нажимайте на колокольчик, чтобы получать оповещения о новых выпусках. Путешествуйте со вкусом и в хорошей компании. А мы едем дальше. Пока!